Мы сейчас начнем церемонию Бармитсвы. Итай, и все участники, выйдите вперед. Я прошу, что все встали. Мы скоро вынесем свитки. Итай, и все участники, выйдите вперед. Итай, и все участники, выйдите вперед. Итай, и все участники, выйдите вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok ברוך אתה אדוני אליון המלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונטל לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה ספירה של אנשים או חפצים מצביעה לכך שהסופר אותם הוא גם הבעלים שלהם כогда мы считаем людей или какие-то предметы, это указывает на то, что тот кто считает, они принадлежат ему לספור חפצים של משהו אחר, זה לכול הפחות לא יפה и считать какие-то вещи или что-то принадлежащие другому, по крайней мере, некрасиво весь народ Израиля принадлежит Богу וגאל את ישראל מעבודת פרו כדי שהם ישרתו אותו פרשות השבוע מתחילה ממילים קיטיסה שמשמעותה להרים את הראש בני ישראל, שאחים לאלוהים, וחיים מוקדשים לעבודת האלוהים לכן ספירת העם משמעה פסקת עבודותם поэтому подсчет народа имеет значение остановки их работы אם אתה משה, תרצה לערוך ספירה של בני ישראל תצטרכו לשלם כופר עבור עצמם מאחר ומפסיקו עבודת אלוהים בשביל זה если ты, как משה, захочешь продлить исчисление сынов Израилев то они должны принести жертву за себя и прекратить свою работу и служение Богу אחרת, הארץ יבוא אליהם על פי הצדק по-другому, они их постигнет разрушение и это согласно праведному суду עם ישראל הוא רכוש אלוהים אלוהים הוא אל קנאי и потому что народ Израиля это собственность Бога а написано про нашего Бога, что наш Бог, Бог Ревнитель Сפירת העם, мегея 20 и мала, ניסתה לשתי метарות и когда была заповедь изчислить народ всех от 20 лет и выше то для этого были две цели первое, для того, чтобы знать сколько есть военно-способных людей и второе, знать сколько будет налогов Moshe должен знать сколько есть на логоплательщиков и насколько большая у Израиля армия И первый раз в Писаниях мы видим что Бог заповедует Moshe и исчислить народ в книге 1 глава 1 стих Показал Господь Моисею в пустыне Синайской, в Скинии Собрания, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской говоря, исчислите все общество сынов Израилевых, паро пародом их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их, исчислите их Теарон. Потом мы читаем про то, что Бог сделал все, как павелел ему Бог. В книге чисель, ну, далет, это какой? 44 стих, 54 стих. И сделали сыны Израилевы, как павелел Господь Моисею, так они сделали. И мы видим пример Довида. В начале своего церствования, дьявол искушал его такой мыслью, что народ Израиля принадлежит ему самому. Довид хотел так же исчислит народ и узнать, насколько велико его армия, и другими словами, он хотел узнать, насколько велико его силы. Он исчислил народ. И Довид впал в то искушение, когда он подумал, что его силы зависит от численности его армии. И он забыл, что все свои войны он выигрывал, потому что Бог был с ним. И здесь он впал в это искушение, и тем самым принес большое несчастье своему народу. Диврей Амим-Ал-Эф, каф-Ал-Эф-Ал-Эф. Паралипоминон, первая паралипоминон, первая глава, каф-Ал-Эф-Мази, 21 стих. А drillтить и спросил он. Там написано, что искушал дьявол Довида, и он сказал, и он дал ему такую мысль пойти исчислить народ, и когда Давид приказал своему военачальнику, военачальник сказал, не делай этого царь, потому что весь, пусть Бог исчислит, пусть Бог умножит свой народ, но Давид все равно настоял на своем и захотел перечислить его. И Бог увидел, что в глазах Божьих это было неправильно, и он наказал Израиль. Второй пункт. Когда Бог заповедовал пол стекля серебра заплатить, это была цена для бедного и для богатого одинаковая. И это учит нас только тому, что все мы равны перед Богом. Нет никого, который более важный, более талантливый, красивый, умный или грешник. Мы все грешим одинаково, и для всех есть одинаковая жертва. Все у нас у всех одинаковое, одинаковое померие того, что Бог дал нам. Поэтому Машиах пришел одинаково для всех нас, и скупил нас, и пролил свою кровь за всех нас, раз и навсегда. Первое, Коринфянам, 6.20. Ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому проставляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей. Какой урок мы можем вынести из всего этого? Иешуа прикрив от себя, как урбан геолога для всех нас, чтобы мы не были рабами греху. Я благодарю Бога, что Бог дал мне жизнь, и я принадлежу ему. Я хочу сказать огромное спасибо моей маме, которая меня вырастила и заботится обо мне. И каждый день благословляет меня перед сном благословение Маарона. И я чувствую это благословение на протяжении всего дня. И я благодарю своего папу за его любовь и за боту, и за то, что он всегда рядом, когда я нуждаюсь в нем. Я благодарю своих бабушек и дедушек, которые всегда были рядом со мной, и всегда помогали мне, когда я нуждался в них. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok